здравствуйте дорогие друзья меня зовут антон мартынов и сегодня мы с вами будем изучать такую тему как adobe photoshop lightroom или adobe lightroom то есть мы будем с вами говорить про работу с этим очень популярным очень известным raw конвертером и обсудим вообще зачем он нужен почему нужен что там у него внутри как с ним работать но такие вот основные вещи мы с вами сегодня проговорим всегда в начале я говорю что у нас есть такая кнопочка задать вопрос она сбоку расположена эта кнопка задать вопрос если вы захотите что-то спросить то рекомендую нажимать вы попадете в дискуссии там можно будет задавать вопросы как вы сами понимаете да и участвовать в дискуссии при этом я могу отвечать на эти вопросы другие пользователи могут отвечать на эти вопросы у нас быть такая дискуссия в которой мы можем коллективно прийти к нужному нам на каком-то решение если будут какие-то проблемы если будут какие-то вопросы всегда призываю нажимать на эту кнопочку потому что иногда люди пишут некий комментарий уже классу то есть посмотрел класс но мне непонятно вот что там такое и там вот в комментариях я не могу ответить никак на поставленный вопрос к сожалению потому что такого функционала нет поэтому если у вас есть какой-то вопрос или что-то непонятное если что-то хотите возразить хотите на привести какой-то контр аргумент у вас есть такая кнопочка задать вопрос на всякий случай про это говорю поехали первый вопрос который возникает у нас и у многих людей спрашивают а почему собственно говоря lightroom с чем связан выбор именно lightroom да почему почему не какая-то другая программа и там люди любят называть этих на самом деле на raw конвертеров существует огромное количество и вот соответственно люди говорят что вот наверное может быть там какой-то другой продукт может быть что-то еще надо выбрать но на самом деле я всегда отвечаю если вам хочется чем-то другим пользоваться пользуйтесь да никто не заставляет вас использовать только lightroom и никто не навязывает вам lightroom на самом деле можно использовать любые другие программы пожалуйста если вам хочется можно их в работе использовать и надо понимать что многие и raw конверты работают по одинаковым принципам и если вы изучите работу с lightroom то есть поймете как там все это устроено как там все это работает то на самом деле вас не будет представлять большого труда потом изучить допустим капчуан или какую другую аналогичную программу raw конвертации то есть это не будет сложным потому что очень многие вещи там очень похожи может быть называется ножка по-другому но алгоритмы и логика работы очень похожи поэтому изучив одну программу в практически знаете все остальные это первый момент но если говорить про все таки lightroom если говорить почему все таки lightroom то тут есть довольно важный аргумент на мой взгляд заключается он в том что lightroom очень распространенная программа так получилось да что он завоевал сердца многих фотографов да и поклонников у него довольно много этого программного продукта и поэтому а получается что есть обширная база знаний по lightroom у есть очень много людей которые используют этот продукт есть очень много людей которые готовы с вами обсуждать какие-то тонкости нюансы сложности проблемы то есть форумы вы можете написать вопрос можете задать вопрос коллегам до который использует похожие продукты и получить ответ то есть если мы возьмем какие-нибудь редкие raw конвертеры ну типа рпп к примеру на довольно редкий raw конвертер у уникальный в своем роде то задать вопрос по нему в широком доступе не получится то есть вы можете конечно вам никто не ответить большинство людей скажет что это такое вообще даже не сможет понять и вот есть там небольшое комьюнити где люди пользуются этим софтом на они друг с другом как-то общается ну как вы сами понимаете когда что-то небольшое то ответа порой надо ждать очень долго и можно не дождаться вовсе это касается всех нишевых продуктов отчасти это касается и профессиональных продуктов к сожалению потому что профессиональные продукты такие как как опчуван который позиционируется как профессиональный продукт изначально так он позиционировался там тоже есть определенная комьюнити вокруг этого но мы люди немножко другие они скорее заточены на работой у них и голова занята чем-то другим и они ну делают при помощи этого инструмента какую-то работу и поэтому отвлекаться на какие-то пояснения новичку там на рассказы как это все работает значительно меньше может людей чем если говорить про lightroom где очень много пользователей начинающих где много пользователей которые фотолюбители которым нравится общаться ну и так далее там подобно то есть этот момент нужно учитывать lightroom распространен lightroom очень популярен и про него написано сказано показано очень много вы можете в принципе изучить его по вот этим всем как раз материалом которые есть свободном доступе но это будет сложно потому что материалы разрознена мы здесь собрали все вместе я вам рассказываю все все сразу в концентрированном виде надеюсь с этим понятно следующий вопрос который сразу задают люди это где скачать как установить сколько стоит вот если какие-то другие версии но давайте где скачать где скачать на сайте adobe то есть нужно зайти на сайт adobe и первым делом вы должны скачать creative cloud такая программа специальная зайти на сайт adobe зарегистрироваться скачать creative cloud это бесплатно программа скачивается и эта программа уже является таким своеобразным инструментом для доступа ко всем продуктам adobe вот так выглядит панель управления creative clouds вот такая она вот такая если вы зайдете уже запусть запустите программу то тут вот вам будет отображаться на те программы которые установлены у меня по крайней мере до выбран пакет такой для фотограф где я использую photoshop плюс lightroom то есть две программы я использую и соответственно есть такой специальный план где вы помесячно платите какую-то определенную сумму денег а можете кстати за год сразу заплатить и вы пользуетесь двумя продуктами компанию вы можете другие планы выбрать там есть на выбор разные планы можно все программы adobe использовать это большой пакет это и для векторной графики и для видео и так далее там потом прям очень много есть на разных продуктов поэтому если вы допустим используете в своей работе другие какие-то редакторы да в том числе там допустим для видео монтажа да или там для спецэффектов или что-то еще для на векторной графики какие-то из по для вёрстки да что-то используйте то но может быть имеет смысл взять план подписку на все продукты если вы фотограф то имеет смысл взять вот прям план для фотографов который до недавнего времени стоил 10 долларов в месяц сейчас чуть-чуть цены повысились и нужно помнить что в россии еще плюс ндс до к этому берется 20 процентов на поэтому сумма получается не очень страшно и не очень фатальная до в месяц там чашка кофе условно говоря вы платите и пользуетесь двумя продуктами которые нужны фотограф фотограф нужен равконвертер фотограф нужен photoshop и соответственно после того как скачали creative clouds устанавливаете согласно выбранному плану вашему устанавливайте продукты которые вам нужны которые вы собираетесь использовать а дальше чем хороша вот эта система по подписке тем что любые обновления которые происходят они происходят вас бесплатно ну то есть если вышла новая версия вы просто нажимаете кнопочку апдейт вот и уха скачивается новое обновление которое будет содержать все самые новые фичи и все самые новые возможности которые вы можете использовать работать то есть это большой плюс у вас не будет проблем с совместимостью с камерами как только появляется новая камера lightroom получает информацию о том как устроен раф в этой новой камере вносит свои коррективы и в апдейтах выходит как раз новые какие-то апдейты до которые поддерживают новый к ну не секрет даже с вас какой-то старый lightroom то он не поддерживает новый фотоаппарат ну к примеру вас давным-давно установлен там версия там допустим коробочный lightroom когда он еще продавался в коробке да можно было купить его отдельно стоил он кстати не так то уж и дешево по моему 400-500 долларов разные времена это стоил продукт довольно большая сумма денег если разом заплатить вот и соответственно если допустим уже куплен и есть этот lightroom стоит давно человек пользуется снимает на старый фотоаппарат и вдруг он решил купить новую карту пошел и купил там в магазине какой-то новый фотоаппарат который вот только-только появился да там и ждет что будет все работать и все будет замечательно если он снимает эти равы делает кадры фотоаппарат прекрасно фотографирует он приходит домой вставляет флешку а lightroom говорит я чуть не понимаю что это за формат непонятно что это за фотоаппарат я вообще таким незнаком да почему потому что lightroom был написан и выпущен и продан и куплен и восстановлен до того как появилась эта камера соответственно камера не знает какое-то время поддерживались апдейт на то есть вот коробочные версии они тоже регулярно обновлялись но потом lightroom перешел на подписку и теперь коробочных версий нет разовой покупки нет есть по подписке но в этом есть большой плюс это кстати к вопросу о том почему нужно стать ломаной версии да потому что ну проще платить действительно одну чашку кофе в месяц зачем как-то там искать какие-то ломаные продукты и потом мучиться с тем что они поддерживают новые камеры которые выходят вот на них регулярно выходят новые появляются хочется конечно и обновление фототехники тоже устраивать поэтому все вполне логично и вот так это все работает это где скачать как установить дальше уже просто как установили нажимаете кнопочку open и у вас открывается на этот lightroom вы с ним работать с этим мы разобрались да как это все работает дальше следующий момент вот там в недрах adobe есть много разных вариантов и там человек сразу натыкается есть lightroom просто adobe lightroom а есть adobe lightroom classic или классик не знаю классик вот я буду ударять по-своему да выше вы как хотите можете меня поправить потом как нибудь в чем разница lightroom или lightroom classic разница заключается в том что lightroom это мобильное как правило такое вот приложение она изначально было для мобильных устройств изначально для планшетов для смартфонов и немножко имеет другую архитектуру другой интерфейс более заточены под работу пальцами как вы сами понимаете да на устройствах на мобильных планшетах приоритетно конечно это тачскрин да и поэтому там другие бегунки другое расположение менюшек и немножко более простая архитектура а lightroom classic это собственно говоря то что было раньше это та старая десктопная версия которые многими уже получается годами проверенная в практике и уже привычные многим людям то есть это десктоп на версии это lightroom classic lightroom и такая облачная который тоже есть кстати на десктопе но она заточена в первую очередь для работы с мобильными устройствами поэтому если вы собираетесь работать с планшетом или собирается работать не с каким-то большим смартфоном к примеру вас есть довольно удобный с большим экраном на то можно конечно использовать lightroom но если собирается работать на десктопе лучше использовать lightroom classic и при помощи него делать обработку и я использую lightroom classic вот так уже привык да к этой версии поэтому все что будет сегодня происходить буду показывать вам на примере вот этого продукта но надо понимать что продукты по своей организации по своей вот логике работы они абсолютно одинаковы то есть да другие кнопки до другой интерфейс но все одно одно и то же да там lightroom заточен под облачную работу он скачивает там работы в облако из облака вы можете любой момент не получить доступ для этого вам нужно покупать облака у adobe на место на этом облаке иначе она быстро закончится там по умолчанию дает спам 20 гигабайт что как вы сами понимаете вообще тьфу ни о чем и на этих 20 гигабайт если говорить про рава до происходники ну хранить практически ничего на не получится ну реально там дай бог если одна фотосессия влезет потому что современные фотоаппараты такие как gfx вообще огромные намравы отдают и с ними работать конечно всего лишь 20 гигабайт будет нереально поэтому вам нужно будет покупать еще дополнительно облачное место это завязка на быстрый интернет и так далее там подобное в общем мне это не нужно и вам это нужно или нет вы сами должны решить и нужно понимать что просто lightroom это облачная такая история для мобильного обработки а lightroom классика для десктопной обработки для там тех же самых ноутбуков это вполне такое удобное решение которому многие привыкли которые опять же помните форумы все ответы скорее будут связаны именно с классик с lightroom classic с этим я тоже думаю разобрались и следующий вопрос а что в основе light что там лежит в основе какие-то вообще механизмы что он как он работает давайте кратко тоже расскажу значит lightroom появился кстати как никак детище adobe его сделала другая компания которая не была связана с адобом возможно поэтому он получился хорошим что адоба своеобразное представление о прекрасном мягко говоря и вот но они купили уже готовый продукт и дальше его стали развивать вот и он стал через некоторое время adobe lightroom сначала назывался полностью adobe photoshop lightroom что вводил очень многих людей в сильные заблуждения потому что они спрашивали adobe photoshop light что-то там да и они говорят это наверно облегченная версия photoshop а он photoshop вообще никакого отношения не имеет то есть визуально и интерфейс на и логически разные продукты вообще не даже не похожи но у многих людей когда они видели что-то adobe photoshop light и дальше что-то какие-то еще буковки то у них было такое предположение что такая облегченная версия photoshop и очень сильно удивлялись когда это не так вот так вот адоб сначала так потом он стал ответь и называть просто lightroom или lightroom classic разделяется на 2 десктопные и облачные на версии но в основе всех этих продуктов лежит такая штука которая называется эйси эр адоб камера роу а есть такой модуль как вы видели если посмотреть опять же вернуться у нас обратно в менюшку creative clouds адобовскую да то мы можем увидеть что здесь вот камера ролл такая внизу если третья программа про который я ничего не сказал вот которая здесь видите даже кнопочки open не имеют свои это отдельный такой модуль камеру а полностью название адоб камеру эси эр а это такой вот модуль который собственно говоря собой представляет ядро raw конвертации то есть вот адоба модуль который используется для того чтобы взять raw и что-то с ними сделать превратить нормальную картинку и показать пользователю это ядро как видите не имеет собственного интерфейса у него нету никаких вот там выходных выходных данных она просто вот использует некий такая библиотека да можно так назвать модуль как хотите называть я не силен в этих программерских терминах то есть представьте что некий такая некая такая программка который обращается и photoshop когда ему нужно произвести raw конвертации и lightroom когда ему нужно произвести raw конвертации то есть когда вы вдруг какой-то момент там запустив photoshop хотите photoshop и обработать raw файл ну тут захотелось вам на то что у вас произойдет в этом случае давайте сейчас просто проделаем будет понятно о чем я говорю ты запускаем photoshop а вот и берем какой-нибудь сейчас запустится берем какой-то raw файл ну первый попавший сюда хватаем raw файл и говорим открой мне photoshop raw файл как вы сами понимаете формат raw он не картинка в привычном нам понимание то есть формат raw это вообще набор данных которые нужно интерпретировать поэтому сам photoshop не может ничего с этим сделать с этим набором данных и он поэтому вызывает как раз вот эту программочку эсер камеру вызывает ее и говорит ну давай-ка мне преврати это в нормальную картинку то есть вот то что пользователь хотел здесь загрузить преврати это в нормальную картинку вот вам картинка то все гистограмма тут все рычаги какие есть что-то можно с этой фотографии поделать там поярче потемнее эту информацию по разному интерпретировать можно и мы уже дальше с этим можем работать то есть вот этот модуль камеру он служит для работы raw конвертации как фотошопе как вы видели точно так же он работает и в lightroom собственно говоря lightroom когда работает он обращается к этому модулю камеру обращается к нему и когда нужно конвертировать какое-то изображение он оперирует этим модулем камеру поэтому его нужно тоже регулярно обновлять ну желательно поставить авто обновление чтобы он самостоятельно обновлялся